Ребят всем привет это очередные новости тяжелоатлетики и начать сегодняшнее видео я хочу с информацией который закончил предыдущий выпуск видео это дисквалификации нашего спортсмена константина расщупкина и что мне бросилось в глаза я на протяжении нескольких лет сейчас скажу с 2017 года на форуме сайта мер тяжелоатлетики виду раздел который называется дисквалифицированные спортсмены увлеченные в применении стероидов допинга и на протяжении двух лет обычно информация идентичны она одинаковая указывается спортсмен указывается нарушением либо пункт правил либо просто текст из этих правил и иногда указываются препараты если имела место положительная допинг проба но вот сейчас видимо наверное перед 9 декабря когда у нас вода будет решать судьбу русады и вообще всего российского спорта отстранять нас от соревнований или нет видимо вот эти все чиновники решили показать вот такую гласность открытость и если например на сайте федерации как я вам уже показывал скупая информация стандартная то в средствах массовой информации стали появляться подробности есть два интервью это от александра петрова который является председателем комитета антитомбингового обеспечения федерации тяжелоатлетики россии и заместительный генерального директора русады магарита пахноцкой начнут пожалуйста ее интервью потому что она более полная полностью раскрывает картину всей этой ситуации в статье говорится что расчеткин обвиняется в нарушении пункта 2.5 общероссийских антитомбинговых правил это фальсификация или попытка фальсификации в любой составляющей допинг-котроли и далее рассказывает сама пахноцкая в рамках проведения обработки результатов по возможному нарушению спортсменам правил доступности для тестирования спортсмен в качестве объяснений представил медицинскую справку согласно которой он не мог изменить информацию о своем местонахождении в системе адрес до наступления часового окна в процессе проведения расследования по данному случаю было выявлено что представленная спортсменом справка является в классифицированной на основании данного факта в отношении спортсмена было открыто дело о возможном нарушении антитомбинговых правил фальсификация медицинских или иных документов на любом этапе допинг контроля является нарушением пункта 2.5 общероссийских антитомбинговых правил стандартная санкция за данный вид нарушения составляет 4 года дисквалификации спасибо конечно за такую информацию было бы нам всем всегда интересно знать это про всех спортсменов будем рассчитывать на то что вот эту тенденция открытости русады как это ганус нам в своих интервью рассказывать его пахноцкая что вот они также открытые полно будут рассказывать нам всю информацию доводить до нас всю информацию а тем более вот что касается пунктов 2.5 например взять федерацию тяжелой техники россии она сослалась именно на нарушение этого пункта но она нам ни о чем не говорит даже мы спортсмены ну что нам нужно перед сном штудировать все эти правила и запоминать какой пункт о чем гласит но это ерунда это все равно что привести пример когда останавливает инспектор гибели нарушителя и говорит вы нарушили пункт такой-то он будет хлопать глазами и не понимать о каком все таки нарушению говорит потому что мы не можем мы не в состоянии вот обычные люди мы пользуемся многими сервисами многими ну там летаем на самолетах поездами метрополитеном машины водим ну и так далее на работе у нас есть свои правила и законы и я понимаю надо ознакомливаться и знать эти законы но вот конечно знать это все наизусть по пунктам это обычному человеку это нереально поэтому надо всегда раскрывать хотя бы что это за пункты и вот хорошо что русада пошла таким путем она очень подробно и кстати это как служит не просто открытость это как работа с потенциальными нарушителями в дальнейшем потому что любой другой человек за который захочет также поделать медицинскую справку он будет теперь понимать что русада занимается этим вопросом что если вы принесли справку листочек бумажки с печатью что это не стопроцентная гарантия то так скажем качество что 50 процентов вы предоставили остальное 50 это будет после перепроверки этой организации и вот вторая статья про которой я говорил это интервью александра петрова он рассказывает принципе то же самое только в более короткой форме но что здесь дополнительно еще есть это то что он предлагал константину не сам юридическую помощь а предлагал как бы ну организовать юридическую помощь но вот константин расщупкин отказался кстати зря это сделано нужно всегда рассчитывать на то что могут быть какие-то смягчающие обстоятельства которые могут привести хотя бы вместо ну изменить вместо дисквалификации на четыре года хотя бы пусть не один флажок пусть поставили бы там два три флажка но это бы это было бы не дисквалификация и можно было бы спокойно продолжать спортивную карьеру и не знаю не хотелось бы супреком говорить в сторону константина хоть он наш мазал с московской области хоть и выступает за москву но все равно как бы земляк и я бы не хотел его адрес плохо говорить но скажу как бы в целом про молодежь не думайте что у вас все впереди что вы сегодня сильные и таким же сильным будете там через два через четыре года если кого-то отстраняют от соревнований или по каким-либо причинам связи с травмами или там личной жизнью вы решили сделать себе перерывы я советую и спросите любого другого спортивного деятеля либо спортсмена старшего которого возрасте уже либо от тренеров спасите совета потому что любой человек в этой ситуации скажет не надо надо цепляться за любую возможность если есть возможность пересмотреть это дело что нужно пытаться пытаться делать спортсмены из себя сейчас они откладывать это на потом потому что очень много в нашей жизни появляется обстоятельств которые дальнейшем могут помешать это последний если помните в одном из недавних новостей я рассказывал про алексей ловчего который возвращается на спортивный помост после своей дисквалификации и об этом было и было интервью старшего тренера писаревского где он говорил что первый старт алексея ловчего будут на кубке россии но так как писаревский старший тренер у него как бы свой уровень и естественно он наверное считает что алексей само собой пройдет отбор и поэтому может быть он его уже видит на кубке россии но я сказал что прежде чем туда попасть алексею все нужно попасть нужно пройти отбор и этот отбор он должен будет сделать либо на кубке москвы либо на цифру выступая от владимирской области и вот есть статья где сам алексей ловчев дает интервью о том что он будет выступать на кубке москвы вот что он сказал срок дисквалификации завершается 25 1 декабря и моим первым стартом будет кубок москвы выступление намечено на 22 декабря я сейчас нахожусь в хорошей форме и надеюсь показать неплохие результаты в дальнейшем я планирую принять участие в кубке россии и постараюсь пройти отбор на чемпионат европы так что приезжайте на кубок москвы будем все вместе смотреть и болеть за алексея и есть вот про алексея ловчего есть вот такая вот информация по поводу его отбора и попадания на кубок россии то вот что касается а татьяна кашириной ее личный тренер владимир краснов сообщил вот такую-то информацию с интервью ближайшим стартом у татьяны каширина будет кубок россии который пройдет в санкт-петербурге пока других выступлений не планируется потому что мы тренируемся в ногинске еще только первую неделю кубок россии является отбором на чемпионат европы на котором мы тоже планируем выступить это будет для нас 6 и заключительный международный старт перед олимпийскими играми в токио как вы знаете олимпийцы которые занимают первые призовые места имеют от государства пожизненную стипендию а ну если кто-то не знал тот знаете и естественно вам будет интересно знать какие суммы и путин в эти дни увеличил стипендии призером олимпийских игр пенсионного возраста именно призером потому что сумма в пятьдесят две тысячи за первое место осталось прежним а были изменены суммы за второе и место за серебряную награду будет выплачиваться 39 тысяч рублей ранее выплачивалось 24 и за бронду за 30 ранее было 18 и в этой статье есть еще некоторые там уточняющие моменты но это будет интересно только тем кто является именно этими призерами и победителями и вот в то время когда мы все ждем 9 декабря и находимся на такой грани грани когда мы наше государство остается в спарте на международной спортивной арене либо получает диск квалификацию и отстраняется не только спортсмены но и все спортивные мероприятия нашей территории об этом мы сейчас поговорим чуть позже когда коснемся анти допинга но вот путин поручил составе список заявок на проведение международных стартов в российской федерации вплоть до 2030 года а также рассмотреть возможность выдвижения российской федерации в отношении всемирных городских игр всемирных игр боевых искусств в 2023 году всемирные летние гимназиаты в 2024 году кубка мира по регби в 2027 году и в отношении административных мероприятий международных спортивных организаций включая заседания руководящих органов таких организаций если вы думаете что на международной арене присутствует такая политика никуда не пускать представителей россии везде зажимать спортсменов никуда не допускать руководящих органов то вот например президентом международной федерации студенческого спорта переизбан на второй срок наш россиянин это олег мотыцын в турине в италии на генеральной ассамблее международного федерального студенческого спорта действующий президент россиянин олег мотыцын и который избирался в 2015 году был период переизбран на второй четырехлетний срок на безальтернативной основе так что как видите все возможно все зависит от людей к от конкретного человека от его работы и отношение к этой работе борьбу с допингом ведут не только соответствующие организации но и например мог глава международного олимпийского комитета томас бах сообщил что организации выделили 10 миллионов долларов на борьбу с допингом он сказал 6 лет назад я выступил с обязательством от ней от имени мог на сумму 10 миллионов долларов мы его выполнили сегодня от имени мог я бы хотел выступить с еще одним обязательством на сумму до 10 миллионов долларов